Котельное сердце дома, шахта каменная, дымоход в стене встроена, она выложена, на самом деле кажется такая простенькая кухня, классный красивый материал, насосная группа, которая распределяет потоки воды, и насколько тут много света, как ярко, светло, вообще классно. Друзья, ну что, всем привет, всем доброго дня, дорогие подписчики. Все, на сегодня, как и обещали вам в предыдущем ролике, сегодня покажем вам отделку. Я думаю, в принципе, что, пойдем сразу внутрь, и там все расскажем, покажем, погнали. Погнали, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, ну что, уже теперь по традиции, наверное, Иван сейчас нам расскажет, что у нас где и как. Погнали. Ну, соответственно, вход. Дверь никак не металлическая, как обычно, это дверь ПВХ, усиленная, я даже сказал, усиленная, бронированная, ломостойкая, стоит кучу денег, если что. Так, ступень, видите, на фоне гранитная ступень, она не отшлифована, она матовая, то есть не скользкая. Стенный потолок, что готовились, шпаклевались, шлифовались, красились. Полы, у нас здесь на первом этаже теплый пол, ну и на втором санузла, где плитка, соответственно, положим керамогранит по всему этажу. Сейчас давайте по помещению пробежим, расскажем, как, что. Ну, в принципе, уже по ходу будем обращать на какие-то внимание, будем рассказывать, показывать. Так, ну, это, скажем, гардеробная, один шкафчик, отдельный санузел. Ну, как видите, такие приятные, спокойные тона плитки. Она тоже не глянцевая, матовая, смотрится классно, афигена. Потолок, да, потолок накрашен. Ну, подвесная туба, стандартный вариант. Батареи, кстати, ну и как во всем доме, вот такие вот красивые чугунные батареи, не массивные, не старого образца, а именно вот новые, современные. Так, здесь, не знаю, сердце или котельное сердце дома. Ну, это, наверное, тогда будут почки. Это электрик жилы, вены, вот. Да, тут до конца еще не доделал, немножко осталось закрыть, потому что еще тут добавляется, переделывается. Ну, тут, в общем, для тех, кто не разбирается, тут ничего не понятно, короче. Так что, Слава, если ты нас смотришь, по электрике будешь людям рассказывать. Так что, пойдемте дальше. Так, ну, обратите внимание на двери, кстати, тоже, на самом деле, в некоторых, даже в домах, в одном доме, вот у нас был каркасный дом, на отделку делали, вот такого типа двери, я не знаю, как правильно это называется. Массив, да, правильно ли? Это не массив, это не массив, это какой-то облегченный МДФ, я не знаю, она дверь, на самом деле, легкая, но она очень крепкая. Даже вот в одном, ну, дом, каркасный, правда, там устанавливают двери, входные, вот такого типа, то есть они очень прочные. Гостиная и там кухня. То есть, ну, опять же, все стены окрашены, потолок окрашен, опять же, все, повторюсь я еще раз, все в таких, не знаю, в приятных, спокойных тонах и с такими вот фишечками, как здесь на этой стене. Это фишечки, это дизайнерское решение? Дизайнерское решение, уже на самом деле, оно было принято уже после того, как, в принципе, все уже было сделано, окрашено, и вот заказчику захотелось добавить здесь изюминку. Ну, получилось, мне кажется, вообще офигенно. Ну, необычно и как бы красиво. Да, то есть здесь, вот там тоже рисунок, здесь на стенах. Даже, кстати, мы потом покажем, зайдем, и в гараже даже то же самое. Такой каминчик необычный, все привыкли видеть кабин, встроенный в стенку и так далее. Здесь шахта камина, дымоход в стене встроенный, она выложена, и сам камин такой приставной. Кстати, друзья, вот на... Сразу, когда видишь это все, кажется, что это декоративный просто камин, но на самом деле, как бы... Да, он рабочий, покажи мне, что есть. Да, тут труба. Вывод, труба. Но труба идет именно в несущей стене, там по фасаду ничего нет, она проходит в стене и поднимается над крышей. Кто, смотрел ролик? Да, да, вы там увидите, обратите внимание на это. Вернитесь еще раз посмотреть предыдущие. И лайк, лайк, не забудьте бахнуть лайкосик. Ну, не знаю, давай аккуратнее покажем. То, что батареи такие же у остальных. Стальные чугунные радиаторы аккуратненькие. Ну, и подоконники. Окна. Да, подоконники тоже гранит. Как и ступень на входе, так же, как и лестница, мы сейчас ее покажем. Смотрится, кстати, классно. На ощупь приятные. Что касается ступеней, они не скользкие, потому что они матовые, такая поверхность, она шершавая. Ну, как, наверное, успели обратить внимание, как бы здесь не бюджетный вариант отделки, здесь как бы такой достаточно... Да, со стороны, может быть, могло показаться, что здесь, да, как-то может быть немножко простенько. Но я вас уверяю, что даже вот, не знаю, начиная вот от краски, плитки, все сегмента, наверное, вот даже не выше среднего, а вот где-то под самый верх. Премиум, да, сегменты, премиум, все материалы очень качественные. Перемещаемся в кухню. Здесь, кстати, выход на террасу, но террасу вы уже, в принципе, видели в обзоре дома, поэтому смысл ее показывать опять не вижу. А расскажи, пока здесь стоим вот ребятам про карабах, про скрытые карнизы. А, карабах карнизы, да, смотрите, ну, уже говорили, что потолок у нас в аштукатуре окрашен. Вот эти карабах для карнизов сделаны из гипсокартона, ну, то есть здесь, там, ну, с той стороны тоже, чтобы не было видно, как крепятся шторы, на чем они держатся. Ну, наверное, это такое частое решение, на самом деле. И здесь еще тоже, давай покажем, что потолки разделения зоны, то есть и окрашены немножко в другой цвет, чтобы потолок разделялся. Ну, комнаты, чтобы было видно, разделение комнаты. Да, ну, тоже из гипска, тоже из гипска. Так, ну, кухня, да, на самом деле кажется, такая простенькая кухня, спокойная, сдержанная, но знали бы ее стоимость, не надо, говорить не будем. Каменная столешница. Покажи. Здесь стол с каменной столешницей. Вот я попробую поднять, вот, я не знаю, вот честно, она очень тяжелая. Изначально, когда заказчик покупал стол, здесь стояли из завода другие ножки, но вес огромный, огромный вес у этой столешницы вызывали представители завода, они меняли ножки. Старые, потому что на старых ножках стол немножко шатался, был неустойчив. Так, ну, та же самая фишка, стены окрашены, не окрашены, а вот добавить на рисунки. На самом деле, очень, да, такой придает классный вид, не знаю, вот, как вы скажете, дорогие наши зрители и подписчики, да, все-таки немного времени займет, не сказать, что там сильно затратная работа, но придает прям такую фишечку, классно смотрится. Как в этом, надоели стандартные обои, вот решение, как бы, да. Но такие ролики, друзья, вы увидите все в наших шортсах, кто еще не смотрит шортс, у нас очень много маленьких роликов. Момент такой, что это, там, не подумайте, это не какие-то там вот трафареты, которые продаются, это, скажем так, действительно рукой художника, от руки он рисовал все, ни трафаретов, ни каких-то там заготовок. Все, Иван немножко расслабился, закайфовал, дом на самом деле очень уютный, как бы, да. Ну, хорош сидеть, давай показывать ребятам дальше. Пойдем, с радостью, вот, тот же самый хранит, который у нас был на входе, на подоконниках. Классный, красивый материал. Ну, это готовое ограждение, их, соответственно, покупаете и монтируете. Главное, хорошо все смонтирует. Так, давай, может быть, сначала мы заглянем в пасте ручную и покажем, уже, как говорилось раньше, там были почки, а это сердце, котельное. Пойдемте. Так, ну, вот такая вот пасте ручная. Здесь уже, кстати, радиатор, кстати, попроще, без дизайнерского решения. Это ящик, где спрятанный у нас коллектор водяного пола, теплого пола. И, кстати, друзья, обратите внимание на потолок. Не обычная рейка. А, профильная рейка. Профильная рейка, да, ну, смотрится обалденно. Так, любого места, кстати, позволяет, на самом деле, тоже классно. Стиральная машинка, и рядом сушилка. Так, ну, котельное сердце. Ну, тут, на самом деле, размах большой. Все, на самом деле, все очень четко, качественно. Даже медные трубы, примененные от котла. Сам котел, видите, напольный. Там, система очистки воды. Боль от костяного нагрева. Ну, и, соответственно, насосная группа, которая распределяет потоки воды, отопление на радиаторы, на теплый пол, ну, и так далее. Так, вот такие некоторые моменты, да, вот, может быть, кто-то сейчас обратил внимание, да, вот, такая коллекторная группа. Она оказалась, да, вот, как обычно, да, на старых домах, может быть, трубы. Но, на самом деле, это даже не российское производство. Это вот эта группа, она привозила с Италии. Специально заказывали, ждали. То есть, там толстая стерка, хороший металл. Ну, с остальной кажется, что это вот где-то там в гараже сварили и повесили. Котел управления у него можно как с телефона, так и местное управление. Блок управления. Почему мощность такая, да, там, 50 киловатт, дом 350 квадратных метров, ну, практически. Но этот котел, он также отапливает баню, которую тоже вы уже, наверное, успели посмотреть в наших предыдущих роликах. А кто не успел посмотреть, что надо сделать? Посмотрите, пожалуйста, где-то вот здесь или вот здесь, или здесь где-то. Ну, да, стабилизаторы. И, кстати, это вот аккумуляторы. Это в случае, если отключают электроэнергию, то некоторое время дом может питаться от этих батарей. Кстати, очень удобно, потому что периодически бывают какие-то сбои. Вот, ну и котельная тут, хочется сказать, такой момент, о котором можно было не говорить. Ну, то есть тут у нас были суппотрясики, которые, ну, помогали с некоторым оборудованием. Установка и там еще наладка была, потому что, ну, тут немножко сложная система. Да, и, кстати, тут тоже момент. Если вы делаете, да, труб, тут, на самом деле, много труба, теплого пола, отопление и так далее, чтобы плитку не класть, все, не подрезать, не загонять. Ну, тем более техническое помещение. Вот, ну, почти, скажем, цвет залили наливным полом. Ровненько, аккуратно и, в принципе, без геморроя. Кстати говоря, вот такого типа ступеней, гранитные, да, не шлифованы, вот они шершавые. Кстати, даже удобно, мне кажется, ну, мокрые ноги, не мокрые, то есть они не скользят. Не подскользнешься, не поднимадешься. Да, и на ощупь, как бы, в принципе, идешь, они приятные. Здесь как обыграли. Да, здесь обыгранно, видите, сделали уступ, чтобы сделать переход первого на второй этаж. Ну, такого ничего особенного, но добавляет такую фишечку. Второй этаж, да, обратили внимание, наверное, еще снаружи, скорее всего, обратили внимание, что он неполноценный, мансардного типа. Но, в принципе, назвать его неполноценным, наверное, не назовешь, потому что он вполне полноценный, просто потолки скошенные. Язык даже не повернется, сказал бы. Знаешь, вот такая фишечка, да, типа балка обыграли. Ты правильно, ты сказал, что это фишечка, на самом деле она смотрится. Даже вот в этом самом низком месте, и кто остановлюсь, полный рост. Кто-то в двухэтажных домах придумывает какие-то фишечки, вещи на потолках, а здесь оно, вот оно, в естественном стиле это все. Здесь, вот покажи, здесь, сколько, почти что, наверное, три с половиной метра, даже больше. Ну, два тебя точно туда зайдет. Вот. Это гардеробная. Ну, тут еще ничего не делалось, нужно доделать полочки, ставить, устанавливать. Здесь еще один щит, кстати, электро. Отдельно на второй этаж. Вены, вены, вены идут везде. Вот, еще одна комната, но она еще, видите, тут мебель не зарезена, не стоит. Ну, просто накрыли, чтобы, когда будет заносить, устанавливать, чтобы ничего не было. Да, и, кстати говоря, вот, если вы обратите внимание, вот здесь потолок, Саш, покажи, какой высокий. И здесь, вот здесь даже еще то, что там показывают, что два меня влезет, то есть здесь на метр потолок опускали, а здесь вот уже практически, насколько было возможно, по скатам кровали, делали вот такие сгибы. Тут уже, наверное, два тебя и половина меня влезет. Да, вот в этих комнатах, в смежной комнате, в свой санузел, тут маленькая кладовка. И, кстати, да, вот еще тоже момент, видите, мансардное окно. И насколько тут много света, как ярко, светло. Вообще классно. А ночью еще можно звездочки считать. Ну, ракерная, такая столешница большая. Кстати, это все в одном целом, в одном стиле. Иван опять сидит, опять местечко подобрался. Удобные, классные кресла. Ну, тоже мебель, не просто там какая-то, она дизайнершка. Знаете, какие столики классные, прикольные, интересные. Вот здесь в этом углу немножко добавлено художникам, не такие, скажем, нейтральные цвета, такие более яркие. И картины, скажем, цвет. С этой комнатой свой выход на балкон. Давайте смотрим, что за вид. Ух, красота-то какая. Лепота. Лепота. Так, это общий санузел. Ну, то есть общий наэтаж, по сути. Здесь еще одна спальня. Тут тоже огромное, большое окошко с выходом на балкон. Покажи. Не будем выходить. Вот в этом углу, это не дизайнерское решение. Этот короб сделан не просто так, потому что вот эта вот индова, которая идет по потолку, мы здесь обшили этим сокартоном, это кровеная индова, она так идет, эта балка кладется в пол. Здесь получается узел смыкания просто идет. Да, да, да. Просто если бы эту индову оставить и сделать потолок по индову, ну, соответственно, и дверь тут даже бы не прошла, и потолок был бы намного ниже. Ну что, пошли дальше? Пойдем. Еще одна спальня со своим гардеробом и со своим санузлом. Блин, испугался, думал, кто-то лежит сначала. Выход на балкончик. Кто не смотрел, друзья, ролик, мы снимали дом снаружи, обязательно посмотрите, тоже очень, очень, очень интересно. И здесь своя большая гардеробная и еще один санузлом. Прям немаленький, я бы сказал. Ну, видите, окошко матовое, чтобы не было видно. И вот на балкон, который мы уже выходили. Еще одна комната на втором этаже, небольшая, ну, комната отдыха, спальня, правильно, ну, кто-то может себе сделать кабинет. Либо кабинетик, ну, то есть, вообще, по плану, это кабинет. Ну, не кабинетик, я бы сказал, тут прям кабинетище. Да, да, да. Ну что, теперь на мужскую территорию. Гараж? Так, ну, про нас, если вы уже, наверное, поняли, да? Раз уж ему сказать территорию, кому вход запрещен. Гараж тоже не без изюминки. Посмотрите, тоже тут такие маленькие фишечки, стены разрисованные. Вот, Саша, здесь покажи, с той стороны. И, кстати, это, скажи, что это не наклейки же. Да, это наклейки, это все, да, это окрашено. Гараж, на две машины у нас. Да, плитка, видите, здесь, с одной стороны, в один уровень плитка, и с другой стороны побольше, то есть доложена она. Три ряда, и там один идет. Потолок, кстати говоря, такой же, как в котельной, и постирочный, грильяда, реечный потолок. Тоже, кстати, смотрится классно. Только чуть-чуть, он тут побольше, наверное, размеровый. Есть разные формы, разного цвета, немножко больше профиль, немножко меньше профиль. Как еще раз называется, скажи? Грильяда. Для тех, кто не знает. На этом помещении будем заканчивать наш крупнейший видеообзор ремонта. Я надеюсь, многие увидели много интересного, что-то подчеркнут и будет применять у себя в ремонте. Ну, а выполнить ваш ремонт качественно, красиво, хорошо и быстро это к кому? Это к нам. А ссылочки, где, друзья, ссылочки все в описании. Не забывайте, там телефон есть, там есть почта, все-все-все, что, как с нами связаться, все есть. Не забываем, что делать еще? Подписываться, ставить лайки и писать классные комментарии. Нам приятно, я думаю, вам будет несложно это сделать. А мы будем с вами прощаться, друзья. Всем хорошего настроения, удачи и счастливо. Ждите новые выпуски. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok